Добрый вечер еще раз всем, на чем мы остановились в последний раз. Вмешательство во время Альбуса Поттера и Сириуса Малфоя привело к тому, что они попытались унизить Седрика Дигари во время испытания на Тремудром турнире. Привет всем еще раз. И сделали вот какую вещь. Они через женский туалет попали в озеро и раздули специальным заклинанием Седрика. И его вынесло из воды. И в общем над этим все смеялись, все присутствующие. И это было полным провалом для Седрика. И когда Альбус с Скорпиумсом, очень довольны произошедшим, нырнули обратно в озеро и вынырнули уже в настоящем времени, вдруг оказалось, что они попали в такое странное время, когда празднуется День Волан-де-Морта, когда правят злые колдуны, когда Хогвартсом управляет Долорис Кембридж, когда Гарри Поттера убили во время последней битвы за Хогвартс. И Маглов, а там в этой книге они зовутся Мурглами, их мучают. И в этом принимает участие Скорпиумс Малфой. И так оказывается, что Скорпиумс Малфой, он сам, ну как бы добрый и из нашего времени, да, оказался в этом сдвинутом времени. И это, ну для него полная катастрофа, потому что его даже спрашивают, что с ним случилось, его никто не узнает. При этом Поли Чепман пытается заигрывать со Скорпиумсом и хочет пойти вместе с ним на бал какой-то там кровожадный вместе с ним в паре. И прям, ну в общем, активно его на это уговаривает. Мы как раз и закончили на этом фрагменте, когда Поли Чепман говорит. «Как утверждает Авгурия, хозяева нашего будущего мы, так вот она, я, хозяин своего будущего, с тобой. За Воландеморта и власть, Скорпиумс, за Воландеморта, да». Поли уходит, Скорпиумс в ужасе смотрит ей вслед. Что же это за мир? И кто он в этом мире? Сцена третья. Министерство магии, кабинет главы Департамента защиты магического правопорядка. Драка предстает в весьма впечатляющем свете. Мы таким его еще не видели. Весь он так и лучится властью. По сторонам сцены развиваются флаги Авгурии и птицы, изображенные на фашистский манер. Драка Скорпиумсу. «Ты опоздал, Скорпиумс. Это твой кабинет, Драка? Ты опоздал, и ты не намерен извиняться? Ты, похоже, решил лишь усложнить дело, Скорпиумс. Ты глава Департамента защиты магического правопорядка, Драка? Как ты смеешь? Как ты смеешь ставить меня в неловкое положение, заставляя ждать и не просить за это прощения? Скорпиумс. Прошу прощения, Драка. Сэр! Скорпиумс. Прошу прощения, сэр. Драка. Я тебя не для того воспитывал, чтобы ты стал растяпой, Скорпиумс. Не для того, чтобы ты унижал меня в Хогварте, Скорпиумс. Унижать вас, сэр? Драка. Гарри Поттер. Ребят, простите, одну секундочку. Я, честно говоря, зум сейчас не подключала. Катюша, это обязательно или ты можешь послушать нас здесь? Катюш. В зуме сейчас читки нет, только здесь. Драку. Спрашивать о каком-то Гарри Поттере. Куда уж позорнее. Как ты смеешь унижать имя Малфоев? Скорпиумс. О, нет. Как ты это сделал? Нет, нет, ты не мог, Драка. Скорпиумс. Скорпиумс. В Оракуле сегодня трое колдунов взрывали мосты, чтобы посмотреть, сколько муглов они убьют за один раз. Так это ты, Драка, попридержи язык, Скорпиумс. Мугловские лагеря смерти, пытки. Заживо горят те, кто не согласен с ним. Насколько в ответе ты? Мама всегда говорила, ты лучше, чем мне кажется. Но ты вот такой и есть, да? Убийца? Живодер? Драка вскакивает и жестоко прижимает сына к столу. Его действия неожиданны и страшны. Драка. Не произноси ее имя в суе. Не пользуйся им к своей выгоде. Она заслушивает лучшего. Скорпиумс молчит. Он до смерти перепуган. И Драка это понимает. Он отпускает голову Скорпиумса. Ему неприятно причинять боль своему сыну. Драка. И нет. К тем идиотам, которые взорвали Муглов, я не имею никакого отношения. Хотя именно меня Авгория заставляет подкупать магловского премьер-министра золотом. Мама действительно так обо мне говорила, Скорпиумс? Она говорила. Дедушка ее не особо любил. Он был против вашего брака и считал, что она чересчур сочувствует маглам и слишком слабохарактерны. А ты ради нее взбунтовался. Она говорила, что смелее поступка она никогда не видела. Драка. Рядом с ней, с твоей мамой, стать смелым было легко, Скорпиумс. Но это был другой ты. Скорпиумс смотрит на отца, тот в ответ хмурится. Скорпиумс. Я совершил много плохого, а ты того хуже. Во что мы превратились, папа? Драка. Ни во что не превратились. Мы просто те, кто мы есть. Скорпиумс. Скорпиумс. Малфой. Семья, на которую всегда можно рассчитывать, если охота погрузить мир во мрак. Слова Скорпиумса задевают Драка за живое. Тот внимательно смотрит на сына. Драка. Дела в школе? Что тебя на них вдохновило? Скорпиумс. Я не хочу быть тем, кто я есть. Драка. И что же к этому привело? Скорпиумс отчаянно размышляет, как описать то, что с ним случилось. Скорпиумс. Я видел себя совсем другим. Драка. А знаешь, за что я больше всего любил твою маму? Она всегда помогала мне найти свет во тьме. Она делала так, что в мире, по крайней мере, в моем мире, становилось меньше, как ты сказал, мрака. Скорпиумс. Правда? Драка, изучающая, смотрит на сына. Драка. А в тебе куда больше от нее, чем я думал. Пауза. Драка пристально глядит на Скорпиумса. Драка. Что бы ты ни делал, действуй осторожно. И я не хочу потерять и тебя тоже. Скорпиумс. Да, сэр. Драка последний раз смотрит на сына, пытаясь понять, что у того в голове. Драка. За Воландеморта и власть. Скорпиумс, не отрывая взгляда от отца, пятится из кабинета. Скорпиумс. За Воландеморта и власть. Сцена четвертая. Хогвартс. Библиотека. Скорпиумс входит в библиотеку и принимается отчаянно листать книги. Находит учебник по историю. Скорпиумс. Как же Седрик угораздило стать упивающимся смертью. Что же я упустил? Покажи мне свет во тьме. Крэг. Ты зачем здесь? Скорпиумс оборачивается и смотрит на Крэга. Тот на вид весьма несчастен. Одежда изрядно понушена и оборвана. Скорпиумс. А почему мне здесь нельзя быть? Крэг. Я еще не доделал. Я стараюсь как могу. Профессор злей так много задает. Прямо ужас. И работу надо же написать в двух разных вариандах. Нет, я, конечно, не жалуюсь. Извини. Скорпиумс. Еще раз. С самого начала. Что ты не доделал, Крэг? Ну, твою работу по зельям. Да я только рад. Даже благодарен. Я знаю, ты терпеть не можешь домашние задания и книжки. И я же ни разу тебя не подвел. Ты же помнишь? Скорпиумс. Я терпеть не могу домашние задания? Крэг. Ты ведь король-скорпион. Естественно, ты их ненавидишь. Зачем тебе история магии? Можно я ее тоже за тебя сделаю? Делаю пауза. Скорпиумс глядит на Крэга, затем молча уходит. Крэг тоже удаляется. Секунду спустя Скорпиумс возвращается хмурясь. Скорпиумс. Он и правда сказал злей? Хогвартс. А, сцена пятая. Хогвартс. Кабинет зельеделия. Скорпиумс убегает в кабинет зельеделия. Хлопает дверью. Златеус злей поднимает глаза. Злей. Златеус. Скорпиумс. Юноша, вас не учили стучаться. Скорпиумс, слегка запыхавшийся, слегка растерянный, слегка ликующий, смотрит на Златеуса. Скорпиумс. Златеус злей. Какая честь. Златеус. Лучше профессор злей, если не возражаете. В этой школе вы можете вести себя как король Малфы, однако это не делает нас вашими подданными, Скорпиумс. Но вы ключ к разгадке злей. Мне очень лестны ваши слова. Если что-то хотите спросить, юноша, будьте любезны, спрашивайте. Если же нет, выйдите и закройте дверь, Скорпиумс. Мне нужна ваша помощь, злей. Я весь к вашим услугам, Скорпиумс. Я вот только не знаю, какая именно помощь мне нужна. Вы сейчас по-прежнему под прикрытием? Вы еще тайно работаете на Дамбалдора? Злей. Дамбалдора? Он мертв. Я работал на него совсем не тайно. Я преподавал его школе. Скорпиумс. Нет, не только. Вы следили за упивающимися смертью для Дамбалдора. И вы были его советником. Все считали, что вы убили его. А потом оказалось, что вы были на его стороне. И спасли мир злей. Это весьма опасные обвинения, юноша. Не думайте, что фамилия Малфа и убережет вас от наказания. Скорпиумс. А если бы я сказал, что есть и другой мир? Тот, где Волан-де-Морт проиграл битву за Хогвартс. А Гарри Поттер и Дамбалдорова армия победили. Что бы вы ответили тогда? Злей. Ответил бы, что слухи, будто любимец Хогвартса, король Скорпион, сходят с ума отнюдь не беспочвенный. Скорпиумс. Там украли время ворот. Я украл. Вместе с Альбусом. Мы пытались вернуть из мертвых Седрика Дигаря. Он там погиб. Хотели помешать ему выиграть тримудрый турнир. Но добились лишь того, что он стал, ну, в общем, совсем другим человеком. Злей. Тот тримудрый турнир выиграл Гарри Поттер, Скорпиумс. Он должен был выиграть не один, а вместе с Седриком. Но Седрик из-за нас вылетел с позором. Мы его унизили, и вот в результате он стал упивающимся смертью. Я так и не понял, что же он натворил в битве за Хогвартс. Убил кого-нибудь и лишил. Но то, что он совершил, все изменило это. Злей. Седрик Дигари убил только одного колдуна. И того незначительного. Невилла. Лонгбатома. Скорпиумс. А-а-а-а. Все понятно. Конечно. Профессор Невилл должен был убить Нагини, змею Волан-де-Морта. А Нагини умереть до Волан-де-Морта, потому что иначе его не убить. Точно. Вы все объяснили. Мы сковеркали жизнь Седрика. Он убил Невилла. Волан-де-Морт победил в битве. Понимаете? Теперь вы понимаете? Злей. Я понимаю, что тут какая-то ваша игра, Малфой. Убирайтесь отсюда. Иначе я все расскажу вашему отцу, и у вас будут крупные неприятности. Скорпиумс думает и затем в отчаянии решает разыграть свою последнюю карту. Скорпиумс. Вы любили его мать. Я всего не помню, но я знаю, что вы ее любили. Маму, Гарри, Лили. Я знаю, что вы долгие годы проработали под прикрытием. Знаю, что без вас мы бы никогда не победили в войне. Откуда мне это знать, не побывая? Я в другом мире. Злей потрясенно молчит. Скорпиумс знал только Дамблдор. Правильно? А когда его потеряли, вы его потеряли. Вам, наверное, было очень одиноко. Вы ведь хороший человек. Гарри Поттер говорил своему сыну, что вы великий человек. Злей смотрит на Скорпиумса и не понимает, что происходит. Это ловушка. Злей в полном недоумении. Злей. Гарри Поттер мертв. Скорпиумс. В моем мире нет. Он говорил, что вы храбрейший человек на свете. Он знал. Понимаете? Про ваш секрет. Про то, что вы делали для Дамблдора. И восхищался вами невероятно. И поэтому он назвал своего сына, моего лучшего друга, в честь вас обоих. Альбус Златеус Поттер. Злей замирает. Он глубоко растроган. Скорпиумс. Пожалуйста. Ради Лили. Ради всего мира. Помогите мне. Злей размышляет. Затем достает волшебную палочку. Подходит к Скорпиумсу. Мальчик испуганно отступает, а Злей целит палочкой в грудь. Кала Портус. Защелкивается невидимый замок. Злей открывает люк в глубине класса. Злей. Что ж. Идемте. Скорпиумс. Скорпиумс. Я просто спрошу. А куда? Злей. Нам то и дело приходится переселяться. Где бы ни обоснуемся, они все рушат. Через люк мы попадем под корни дракучей ивы. Скорпиумс. Ладно. А кто мы? Злей. Сейчас увидите. Сцена шестая. Походный штаб. Скорпиумса прижимает к столу весьма величественная Гермиона. Ее одежда поблекла, но глаза горят. Она настоящий воин, и ей это очень идет. Гермиона, только шевельнись, и твои мозги превратятся в лягушку, а руки станут резиновые. Злей. Он не враг. Он нам не враг. Ты никогда не слушаешь. Ты, когда училась, была жуткая зануда. И сейчас жуткая зануда в этих своих, как ни назови твои теперешние занятия, Гермиона. И я отлично училась. Злей. Да, да. Где-то между средним и удовлетворительным. Он за нас, Скорпиумс. Я за вас, Гермиона. Смотрит на Скорпиумса все еще очень недоверчиво. Гермиона. Большинство называет меня Грейнджер. И я не верю ни одному твоему слову, Малфой. Скорпиумс. Это я. Все виноват. Я и Альбус. Гермиона. Альбус? Альбус Дамблдор? Причем тут Альбус Дамблдор? Злей. Он не про Дамблдора. Может быть, тебе лучше сесть? Вбегает Рон. Волосы слиплись и торчат во все стороны. Надежда потрепана. Повстанчество ему идет, ну, несколько меньше, чем в Гермионе. Рон. Злей с королевским визитом. И он видит Скорпиумса и сразу страшно обеспокоен. А этот что здесь делает? Рон нашаривает палочку. Рон. Я вооружен и чрезвычайно опасен. И настоятельно советую. Он замечает, что взял палочку. Вести себя поаккуратнее. Злей. Он не враг. Рон. Рон смотрит на Гермиону. Та кивает. Рон. Хвала Дамблдору за это. Сцена седьмая. Походный штаб. Гермиона сидит и изучает время ворот. А Рон мучительно ворочает мозгами. Рон. То есть вы хотите сказать, что весь ход истории был основан на Невеле? Бред какой-то. Гермиона. Это истинная правда, Рон. Рон. Тааак. И ты уверена, потому что... Гермиона. Потому что он знает такое про злее и про всех нас. Он бы никогда не... Рон. А вдруг он просто очень догадливый, а? Скорпиумс. Я ничуть. Вы можете мне помочь, Рон? Только мы и можем. Дамблдор в армии. Было ого-го. Ой, но с тех пор это рядом пределом. В сущности, считай, мы одни и остались. Но мы продолжаем сражаться. Прячемся на самом видном месте. Стараемся пощекотать им волосы в носу. Гермиона, вот Грэнджер. Вот всем миром жажду. Грэнджер вот всем миром жаждут отыскать. Да. И меня не злее сухо. Тебя не так жаждут. Гермиона. Проясни-ка. В другом мире, прежде чем ты вмешался, Скорпиумс, Велландморт был мертв, убит в битве за Хогвартс. Гарри – глава департамента защиты магического правопорядка. Вы – министр магии. Гермиона удивленно замирает, смотрит на Скорпиумса и улыбается. Гермиона. Я – министр магии? Рон, которому тоже не терпится позабавиться. Рон. Великолепно. А я чем занимаюсь? Скорпиумс. У вас магазин. Удивительный ультрафокус и Уизли. Рон. Здорово. Она, значит, министр магии, а я владелец хохма-магазина? Скорпиумс смотрит на явно обиженного Рона. Ой, извините, пожалуйста, обиженного, а я прочитала весело. Сори. Рон. Здорово. Она, значит, министр магии, а я владелец хохма-магазина. Скорпиумс смотрит на явно обиженного Рона. Скорпиумс. Ну, вы в основном своих детей воспитываете. Отлично. Надеюсь, я не хочу. Скорпиумс. Смотря на... Вообще-то у вас как бы детей, дочка и сын. Рон и Гермион... А ты влюблены и все такое. Ну, в другой раз вы тоже страшно удивились, когда вы преподавали защиту от сил зла, а Рон... Рон и Гермион смотрят друг на друга и отводят глаза. Потом Рон... Гермиону и долго откашливается, все менее и менее уверенно. Гермиона. Закрой рот, когда на меня глазеешь. Рон так и делает. И остается в полном замешательстве. Гермиона. А что делает злей в другом мире? Скорпиумс. Как полагать ум? Он смотрит на Скорпиумс. Тот не знает, а злей Скорпиумс не нравится. Злей. Вы как-то чересчур удивились у меня, узрев. Как я погиб? Скорпиумс. Героически. Злей. Кто меня убил? Скорпиумс. Ландеморд. Злей. Насадно. Повисает молчание. Злей обдумывает услышанное. Злей. Впрочем, я полагаю, в гибели от руки черного лорда есть нечто героическое. Гермиона. Мне очень жаль, Златеус. Злей смотрит на нее. Затем усилием воли проглатывает боль. Кивает на Рона. Злей. По крайней мере, я не женат на нем. Гермиона. Что за заклятие вы использовали, Скорпиумс? Разоруженные в первом задании идут и во втором Рон. Обычные, заградительные, по слову, в обоих случаях. Злей. А потом вы удалились, Скорпиумс. Время ворот отправило нас обратно. Да. В том-то и дело. Время ворот дает нам только пять минут в прошлом, Гермиона. И вы по-прежнему можете путешествовать только во времени, не в пространстве. Скорпиумс. Да. И поэтому... Ну, возвращаемся в то же самое место, где были, Гермиона. Интересно. Злей и Гермион понимают, что это... Гермиона, ты самый разыскиваемый повстанец в колдовском мире. А тебе придется покинуть укрытие? Когда ты последний раз выходила, Гермиона? Гермиона. Очень давно, но... Злей. Гермиона. 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 На фоне шума толпы мы слышим голос блестящего, и опять же, это сугубо его слова. Скорпиус, Гермиона, Рой и Злей встревоженно следят за событиями. Люда Шульман. На сцене появляется Сыр Игорь, похоже, он готов к бою, испуган, но готов. Он в укрытии, девочки едва не падают в обморок, и кричат дружно, как одна, не троньте нашего Дигари, мистер Дракон. Седрик обходит слева, подныривает справа, он поднял палочку. Злей, слишком долго, время ворот уже вращается, Люда Шульман. Интересно, что затыл в рукавах наш храбрый, прекрасный юноша. Альбус призывает к себе палочку Седрика, но Гермиона нейтрализует заклятие. Вы уж безусловно, он не хочет. Стоящая псиномашина! Они вернули прошлого на опушку запрета. Злещая птичка. Рон, что-то сделал, как палочку. Скорпиус, у нас получилось заклятие. Рон, ворот, выбраться отсюда! Злей, в укрытие, скорее! Мы здесь на виду, это очень опасно! Внезапно в зале сквозит ледяным ветром. Среди публики вздымаются черные мантии. Они превращаются в черных... В дементоров! Гермиона... Злей! Это провал! Гермиона понимает, что делать. Гермиона, они охотятся за мной, не за вами. Рон, Рон, я люблю тебя. И всегда любила. Но вам троим надо бежать. Давайте, быстро! Рон, что? Скорпиус, что? Рон, а нельзя было сначала... Люблю обсудить! Гермиона, мы по-прежнему в мире Воландеморта. И с меня хватит. Если вмешаться в следующее задание, все изменится. Скорпиус, но они вас поцелуют! Высосут душу, Гермиона! А потом измените прошлое. И тогда дементоры меня не поцелуют. Бегите! Бегите! Немедленно! Дементоры их чу... Отовсюду к ним спускаются завывающие фигуры. Злей! Бегите! Мы бежим! Чего? Извините. Злей! Бегите! Мы бежим! Он тянет Скорпиуса за руку. Скорпиус неохотно подчиняется. Гермиона смотрит на Рона. Гермиона, тебе тоже пора. Рон, ну, они как бы охотятся отчасти и за мной, а я весь от боли корчусь. Поэтому, знаешь ли, хочу остаться здесь. Экспекта... Он поднимает руку, собираясь наложить заклятие, но Гермиона его останавливает. Гермиона, давай задержим дементоров тут. Дадим мальчику шанс. Рон смотрит на нее, а потом грустно кивает. Гермиона, дочка. Рон и сын. Мне тоже понравилось. Он озирается, знает, что его ждет. Рон, я боюсь. Гермиона, поцелуй меня. Рон колеблется, а потом целует. И вдруг их отдергивает друг от друга и пришпиливает к земле. И мы видим, как из их тел тянется бело-золотистая дымка. Из них высасывают души. И это чудовищно. Скорпиус беспомощно наблюдает. Злей, пошли к воде. Иди, не беги. Злей, бросает взгляд на Скорпиуса. Злей, сохраняй спокойствие. Они хоть и слепы, но чуют твой страх. Скорпиус смотрит на злее. Скорпиус, они высосали их души. Дементор стремительно подлетает к ним и опускается перед Скорпиусом. Злей, думай о другом, Скорпиус. Займи свои мысли, Скорпиус. Мне холодно. Я ничего не вижу. Во мне туман. И вокруг тоже туман, Злей. Ты король. Я учитель. Они не нападут без повода. Думай о тех, кого любишь. Думай, зачем ты все это делаешь, Скорпиус. Я слышу свою маму. Ей нужна моя помощь. Но она понимает, что я ничего не могу. Злей, послушай меня, Скорпиус. Вспомни про Альбуса. Ты ведь отдаешь свое королевство ради Альбуса. Так? Скорпиус без помощи. Чувства, насланные дементором, терзают его. Злей, один единственный человек. Всегда хватает одного единственного человека. Я не смог спасти Гарри ради Лили. Поэтому теперь отдаю себя делу, в которое она верила. И очень. Может быть, в результате я поверил в него и сам. Скорпиус улыбается злею и решительно отступает от дементора. Скорпиус. Мир меняется, и мы меняемся вместе с ним. Мне в этом мире лучше, но и сам мир не лучший. А такого я не хочу. Внезапно перед ними появляется Долорис Кембридж. Долорис, профессор злей. Злей. Профессор Кембридж. Долорис, вы слышали, что случилось? Мы поймали мугловскую предательницу Гермиону Грейнджер. Она прямо здесь была злей. Это просто фантастика. Долорис пристально смотрит на злея. Он не отводит взгляда. Долорис, с вами. Грейнджер была с вами, злей. Со мной? Вы ошибаетесь. Долорис, с вами Скорпиусом Малфоем. Учеником, чье поведение меня все больше беспокоит. Скорпиус, ну, злей. Долорис, мы опаздываем на занятия. Так что, с вашего позволения, Долорис, если вы опаздываете на занятия, почему вы не идете в школу? Почему идете к озеру? Наступает полнейшая тишина. И вдруг злей совершает нечто до крайности необычное. Он улыбается. Злей, давно вы нас подозреваете? Долорис отрывается от земли. Она широко распахивает руки так и источает черную магию. Затем достает волшебную палочку. Долорис, долгие годы. И принять меры мне следовало намного раньше. Злей ее опережает. Депульса, Долорис отшвыривает назад по воздуху. Злей, величие никогда не шло ей на пользу. Все, назад там дороги нет. Чернота в небе сгущается. Злей, экспекта по трону. Злей посылает вперед заступника. Красивую белую лань. Скорпиус, лань. Заступник Лили. Злей, странно, правда? Что только не скрывается внутри нас. Со всех сторон появляются дементоры. Злей понимает, что это значит. Злей, тебе нужно бежать. И я задержу их, насколько хватит сил. Скорпиус, спасибо. Вы стали моим светом во тьме. Злей, он настоящий герой. Смотрит на Скорпиуса и мягко улыбается. Злей, скажи Альбусу. Альбусу Златеусу. Я горжусь, что он носит мое имя. А теперь иди, иди. Ланя глядывается на Скорпиуса и пускается бежать. Скорпиус мгновение раздумывает и бросается за ней. И мир вокруг все страшнее. С одной стороны, нарастая, несется душерознительный лазик. Скорпиус видит озеро и бросается в него. Злей готовится к неизбежному. Устремляет на землю. А потом подбрасывает высоко в воздух. И из него вырывают душу. И крики вокруг множатся. Множатся. Лань в последний раз устремляет на него свои прекрасные глаза. И исчезает. Грохот. Вспышка. А затем тишина. И она длится, длится. Все так безмолвно. Так спокойно. Так абсолютно безмятежно. Затем из воды всплывает Скорпиус. Тяжело дышит. Озирается. Судорожно глубоко втягивает воздух. Смотрит в небо. Небо, безусловно, голубее, чем раньше. И тут рядом выныривает Альбус. Тишина. Скорпиус, не веря своим глазам, смотрит на Альбуса. Оба тяжело дышат. Альбус. Ух. Скорпиус. Альбус. Альбус. Я ж чуть не... Ты видел того русала? Мужика вот прям... А то, что... Ух. Скорпиус. Это ты. Альбус. Хотя было странно. Кажется, я видел, как Седрих начал раздуваться. Но потом вроде обратно сдулся. Я на тебя смотрел. А ты палочку вытащил. Скорпиус. Ты не представляешь. Да чего же я счастлив снова тебя видеть. Альбус. Да ты меня видел две минуты назад. Скорпиус обнимает Альбуса прямо в воде. Нелегкая задача. Скорпиус. С тех пор много всего случилось. Альбус. Да осторожнее ты меня утопишь. Что это на тебе надето? Скорпиус. На мне надето. Он стягивает свою мантию. А на тебе что надето? Ха-ха. А, ты в слезырине. Альбус. Получилось? У нас что-нибудь вышло? Скорпиус. Нет. И это великолепно. Альбус не верит своим ушам. Альбус. Как? Полный провал? Скорпиус. Да. Да. И это просто фантастика. Он восторженно плещется. Альбус вылезает на берег. Альбус. Скорпиус. Опять конфет переел? Скорпиус. Вот ты такой. Какой. Гляди-ка. Вечные твои шуточки. И вообще-то весь такой альбусный. Какой восторг. Альбус. Я уж прям беспокоюсь. Появляется Гарри. И несется к берегу. Следоват за ним Драка, Джинни и профессор МакГонакл. Гарри. Альбус. Альбус. Как ты? Скорпиус мне себя от радости. Гарри. Гарри Поттер. И Джинни. И профессор МакГонакл. И папа. Мой папа. Привет, пап. Драка. Здравствуй, Скорпиус. Альбус. Вы все здесь. Джинни. И Миртл нам все рассказала. Альбус. Что происходит профессор МакГонакл? Это же вы, Альбус. Только что вернулись из прошлого. Может быть, вы нам и поведаете? До Скорпиуса мигом доходит, что им все известно. Скорпиус. Ой, нет, проклятие. Где он, Альбус? Откуда я только что вернулся? Скорпиус. Я его потерял. Потерял время ворот. Альбус, глядя на Скорпиуса с раздражением. Альбус. Что потерял? Гарри. Хватит уже поясничать, Альбус. Профессор МакГонакл. Думаю, вам надлежит объясниться. Сцена 10. Хогвартс. Кабинет директора. Драка. Джинни и Гарри стоят за спинами у Скорпиуса и Альбуса. Профессор МакГонакл. Давайте для ясности еще раз. Вы тайком спрыгнули с Хогвартс-экспресса. Вы проникли в министерство магии и совершили там кражу. Вы взялись перемещаться во времени и вмешиваться в ход событий. В результате чего из-за вас исчезло двое людей. Альбус. Звучит ужасно. Я согласен. Профессор МакГонакл. И как вы поступили, когда выяснилось, что Хьюга и Роза Грейнджер и Уизли не родились? Вы снова отправились в прошлое. И на сей раз по вашей вине перестало существовать не двое, а кошмарное число людей. Погиб ваш отец. И тем самым вы воскресили черного колдуна, ужаснее которого не знал мир. И возвестили новую эру черной магии. Вы правы, мистер Поттер. Звучит так себе верно. Вы вообще понимаете, как это было глупо? Скорпиус. Да, профессор. Альбус в нерешительности. Он смотрит на Гарри. Альбус. Да, Гарри. Профессор, если позволите, профессор МакГонакл. Не позволю. Как родители вы можете решать по вашему усмотрению. Но это моя школа и мои ученики. И наказание для них выберу я. Драка. Что ж, справедливо. Гарри смотрит на Джинни. Та трясет головой. Профессор МакГонакл. Мне следовало бы вас исключить. Но, бросает взгляд на Гарри. Учитывая обстоятельства, пожалуй, вам безопаснее оставаться под моей опекой. Вы наказаны. Вплоть до... Считайте, что до конца года. Никакого Рождества. О посещении Хоксмитса забудьте навсегда. И это только начало. Внезапно врывается Гермиона. Она полна решимости и готова действовать. Гермиона. Что я пропустила? Профессор МакГонакл свиреба. Обычно рекомендуют стучать, прежде чем входить. Гермиона Грейнджер. Возможно, вы пропустили этот урок вежливости. Гермиона понимает, что она хватила через край. Ой, профессор МакГонакл. Если бы я могла наказать и вас, министр, я бы так и сделала. Держать у себя время ворот. Куда уж глупее. Гермиона. В свое оправдание, профессор МакГонакл. В книжном шкафу. Вы хранили его в книжном шкафу. О, это просто смешно. Гермиона. Минерва. Та взмущена ахает. Профессор МакГонакл. Профессор МакГонакл. Ваши дети даже не существовали. На это Гермиону и ответить нечего. Профессор МакГонакл. И это случилось в моей школе. Под моим надзором. После всего, что достиг Дамблдор, я бы не вынесла. Гермиона. Я понимаю. Профессор МакГонакл ненадолго молкает, стараясь взять себя в руки. Профессор МакГонакл. Альбусу и Скорпиусу. Профессор. Ваше намерение спасти Седрика благородно, пусть и неправильно. И, судя по всему, вы, Скорпиус, поистине храбры. И вы, Альбус, тоже. Однако мораль, которую даже ваш отец порой не в состоянии был усвоить, в том, что смелость не оправдывает глупости. Всегда прежде думайте. Думайте, что может произойти. Мир под властью Воландеморта. Это, Скорпиус, чудовищный мир. Профессор МакГонакл. Вы так молоды. Она смотрит на гаре драка Джине Гермиону. Вы все так молоды. Вы понятия не имеете, как страшны колдовские войны. Некоторые люди, в том числе ближайшие друзья, мои и ваши, пожертвовали очень и очень многим, чтобы создать и защитить этот мир. А вы, вы поступили с ним легкомысленно. Альбус, да, профессор. Скорпиус, да, профессор. Профессор МакГонакл. Нос, ступайте. Все вы. И найдите мне это время ворот. Время пришло. Нюша у нас, как по заказу, приходит в 45 минут. Она считает, что достаточно читать. Уважаемые.